Сегодня очень многие люди боятся будущего, когда будет ставиться уже начертание, вот этого боятся. Но начертание поставят на тем, кто уже внутри себя имеет какую-то зараженность. Это осквернение храма. Субтитры создавал DimaTorzok Что это очень опасно, очень опасно. И поэтому он проводит эту линию и говорит категорично. Говоря из любви, говоря из желания сохранить нас в это тревожное время. Поэтому я хочу, друзья, прочитать одно местописание, которое написано в Евангелии от Луки, когда, помните, шли ученики в Емаус. Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердца, чтобы веровать всему, что предсказано пророком. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Смотрите, слово «войти в славу» услышали, а пострадать нет. Я думаю, что сегодня у христианства есть тоже однобокость понимания последнего времени. Из-за этой однобокости есть ожидание чего-то, но пропускается многое другое. А раз пропускается, то на этом уровне происходит разочарование, происходит непонимание. Господь, ну я-то вот этого жду, я-то вот этого ожидаю. А Господь говорит, подождите, я же вам целиком дал картинку. Почему вы вытаскиваете только то, что вам хочется услышать, только то, что вам хочется сейчас принять? Вот исходя из этого, я хочу сейчас нарисовать вместе с вами ту общую картину, которая не всегда нам хотелось бы, чтобы стояла перед нашими глазами. Но это же нас и спасет. Друзья, вот это спасет от разочарования, это спасет нас от беспечности, это избавит нас от лживых предложений врага, это сделает нас сильными истиной. И поэтому я хочу сегодня с вами говорить о тех вещах, которые считаю очень важными и необходимыми. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог и сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в районе. Итак, если он хитрый и был и остался, то у него есть способность обольщать. И это убирать с повестки дня нельзя. Тем более, что в последнее время написано о нем, что он в великой ярости, потому что знаю, что ему мало осталось время. И вы знаете, сегодня скорость событий, с которыми происходит все на планете Земля, говорит о том, насколько он торопится. Потому что он понимает, времени мало. И вот он хитрее всех, как был, так и остался. И поэтому у него есть теперь необходимость поторопиться, как ему кажется, чтобы успеть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Посмотрите, как из веков, оттуда, от старта человечества сегодня звучит это же самое слово. Иди сделай, и не умрешь. Произведи что-то, и не умрешь. Ложь та же, повторяется, он не оригинален. Но он пытается сегодня это предложить людям под соусом, что все у тебя будет нормально. И мы уже знаем, что Ева с Адамом потерпели смерть, несмотря на то, что в физическом теле они остались жить. Так что же тогда произошло? И вы знаете, очень странно, но съеденный плод, который они просто физически съели, он лишил их связи с Богом. Как такое может быть? И поэтому нам очень важно понимать, что тогда от съеденного плода то, что вошло внутрь, изменило их статус. Мы слышим, да? То, что вошло внутрь, изменило их статус. А сегодня у нас такой же экзамен, к которому мы подойдем чуть позже. И посмотрите, что еще интересно. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз. И вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. Сегодня предлагаются привилегии. И поэтому вожделенность, она усиливается различными словами, устами, смеш и так далее. Привилегии, какие люди могут иметь. И начинают на это дерево смотреть. Смотреть внимательно, смотреть привилегии, все взвешивать. И привилегии привешивают. А экзамен человечеству, детям Евы и Адама надо сдать. Лично каждому. Не в общем, а лично каждому. И поэтому сейчас вот этот выбор, который делают люди, он исходит из древних обольщений, которые дьявол никуда не убрал с повестки дня. Итак, друзья, как грех внедрился внутрь человека, всего лишь, как через непослушание, что мы сейчас слышали. Это первый шаг, понятно. Я сам себе режиссер. Я сам выберу. Второй момент. Съели что-то внутрь, себя пустили. Сегодня очень многие люди боятся будущего, когда будет ставиться уже начертание. Вот этого боятся. Но начертание поставят на тех, кто уже внутри себя имеет какую-то зараженность. И посмотрите, что Ева сказала Богу. Вернее, сначала Адам. Жена, которую ты мне дал. А жена говорит, змей меня обольстил. Сработало ли это оправдание? Меня обманули. Как многие сегодня люди говорят, ну я-то доверяю. Ты можешь доверять, но надмение не закончится до конца времен. Тщеславие будет править на троне. И более того, цари отдадут зверю на один час свое правление. А если зверь правит, как вы думаете, какие будут законы, какие будут действия, какие будут последствия? Зверины, и мы сегодня это видеть начинаем. Это на глазах у нас происходит. И не потому, что плохие люди, а потому, что это есть какой-то выбор, который тоже сделали люди когда-то, а сегодня дали право зверю управлять какими-то событиями по всему лицу земли одновременно. И поэтому, друзья, когда мы начинаем эти вещи считывать с программ, да, которые вот вокруг нас совершаются, то я хочу, чтобы мы реально увидели, где же мы находимся как церковь. Потому что сначала, когда мы говорим сейчас о пересдаче экзамена, то нам надо понимать, что надо к экзамену подготавливаться. Естественно, когда непопулярная какая-то истина звучит, она сразу будет обсуждаться и оговариваться. Это тоже надо иметь в виду. То апостолу Павлу было все равно, что они будут говорить, потому что ему надо было нести истину без искажения. В моем сердце есть такая же сегодня потребность. Я могу о чем-то промолчать, но я понимаю, что не могу это делать. С учетом того, что мне Бог дает понимать, в каком сезоне мы живем, дает и открывает мне глаза, не для того, чтобы я одна видела и каким-то уголочком спасалась, а чтобы всем людям я могла сказать, люди, будьте бдительны. Потому что это слово, которое сопровождает все слова Христа в последнем времени, потому что он говорит о том, что смотрите или берегитесь, чтобы кто вас не обольстил. Это сказал Христос. В следующих словах он говорил, бодрствуйте и молитесь, смотрите, бодрствуйте, молитесь. И еще раз говорю, бодрствуйте. Это все о нашем времени. Значит, мы не можем поддаться беспечности, мы не можем поддаться за своей дверью каким-то там, скажем, утешением своим личным, а нам очень важно сейчас не пропустить его сигнал. И проповедана будет с ее Евангелия Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Мы ждем этой мощной евангелизации, правда? Друзья, мы говорим о пробуждении, мы говорим о преображении общества, и это нормально. Но почему-то мы опять выпускаем предыдущие стихи, сказанные в этой главе. Потому что вот уже я сказал, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, и дальше. Тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать. Когда? Будут предавать на мучение, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. У нас на челлах его имя, и мы понимаем, что мы храм живущего в нас Святого Духа. И тот, который уже понимает, что я храм, и у меня одежда моя не будет осквернена никакими неправильными действиями, то эта святыня Господня, она будет сразу высвечиваться в духовном мире. И потому за имя мое вас будут ненавидеть. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать. Еще одна очень печальная констатация. И возненавидят друг друга. Вы видите, что сегодня общество начинает ненавидеть друг друга. Усиленно, больше, чем раньше. Возненавидят друг друга, это тоже характеристика последнего времени. И она такая яркая сегодня, и ярко высвечивается. И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. А почему лжепророки будут иметь успех, или уже имеют успех? Потому что льстят слуху. Потому что людям хочется это услышать, и они это слышат. И они за это хватаются. Говорят, вот, 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 он же авторитетный человек. Он же вот такой вес имеет. Он же такое значение имеет. Хватаются за это. И Христос предупреждает, вот что будет в это время. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. То есть нарушение, что такое беззаконие? Нарушение закона во всех сферах. Сегодня это есть? Нарушение законов в обществе, нарушение конституции, нарушение здравого смысла. И вот тогда, когда умножается беззаконие, когда законы подчиняются чьей-то сейчас воле, то получаем мы результат. Во многих охладеет любовь. То есть люди начинают паниковать, люди начинают терять ориентиры, люди начинают бросаться из стороны в сторону. А Господь говорит, знайте, что это все предшественники того, что будет проповедано Евангелие по всему миру. Вот это какие предшественники. А мы вот этот кусочек выхватываем и не видим контекста времени. Откровение, 3 глава, с 1 по 6 стих. И ангелу сардийской церкви напиши. Так говорит, имеющий семь духов Божьих, семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, будто и мертв. Бодрствуй! Опять это же слово. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенно пред Богом Моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. А людям предлагают сидеть спокойно, знать, что Господь благой Бог. Конечно, благой. А зачем Он это написал нам? Потому что благой. И потому что предупреждает. И потому что не говорит об истории человечества. Говорит о современности. Книга Откровения для нашего времени, друзья. Для наших дней. Потому на том примере Он показывает, что Сардийская церковь, это церковь, которая была вроде бы как все в порядке, внешне. Но ты, говорит, носишь имя, что ты жив, а ты мертв. Но почему мертв? Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежду свою. Посмотрите процентное отношение. Церковь и несколько человек. Какие? Не осквернили одежду. А что такое одежда? Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем с Богом жилище на небесах, дом нерукотворенный и вечный. Это Коринфянам 5 глава. Оттого мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Только бы нам и одетыми не оказаться на гиме. Видите, тут два образа одновременно идут. Жилище и одежда – наше тело. И вот наше тело – это одежда. И, говорит, они не осквернили одежды своих. И Господь показал – это осквернение храма. Это осквернение тела. Я тогда говорила. Предупреждал – это осквернение. И вот здесь мы конкретно читаем. Несколько человек, которые не осквернили одежды своей. Я желаю, друзья, чтобы мы реально понимали. Мы – храм живущего в нас Святого Духа. Помните, написано, что он захочет сесть где? Дьявол – в храме. В храме захочет сесть. А мы – этот храм. И попытка ему сесть в этом храме сейчас происходит. Когда людей пытаются из человеческого облика перевести в цифровой режим. И поэтому я желаю, друзья, чтобы мы реально понимали, что происходит. Чтобы мы не были слепыми котятами, не были маленькими детьми, которые говорят. О, Господь, ты все уже усмотрел. Конечно, усмотрел и написал. Но, говорит, нельзя быть медлительным сердцем. Надо верить всему, что говорили пророки. Несмысленные и медлительные сердцем. Если мы реально понимаем, что где-то сделали ошибку, что-то сделали не туда. У Бога есть выход. Это точно. Только надо понять. Я не буду оправдывать то, что осквернило мое тело. А я буду приносить пред Богом молитву покаяния. И я хочу, чтобы мы сегодня приняли это послание как Божью необходимость. Потому как есть последствия всего этого. И мы сейчас это увидим. Побеждающий облечется в белой одежде. И не изглажу. Друзья, не изглажу имени его из книги жизни. Скажите, пожалуйста, слово не изглажу о чем говорит? Что может быть изглажен? И вот здесь еще одна опасность, которую люди пропускают. Потому что, говорит, ну мое уже имя записано в книгу жизни. Слава Богу, друзья, дорожить и ценить это. Очень важно сейчас дорожить этим. Но важно и понимать, что есть опасность в период сардийской церкви быть изглаженным из книги жизни. Потому что мы потом читаем в книге Откровения в 13 главе тот текст Писания, который часто применяют сейчас. Очень его часто применяют. И дано было ему вести войну со святыми, победить их. И дана была ему власть над всяким коленом, народом, языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца. Значит, изглаженные тогда могут теперь поклоняться. Поэтому сегодня мы за этот предмет и не только молимся, а говорим, Господи, я желаю, чтобы мое имя было в книге жизни не только вписано, а никогда не изглажено. Побеждающий облечется в белой одежде. Не изглажу имени его из книга жизни. И исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит церквям. Сегодня Господь говорит, и нам нужны открытые уши. Что мы сегодня перездаем экзамен человечества. Каждый из нас на своем уровне этот экзамен сдает на предмет одежды. Чтобы наши одежды не были осквернены. Даже тогда, когда масса людей делает наоборот. Но говорит, несколько человек у тебя есть, которые достойны ходить со мной. Я им дам белые одежды. Они не осквернили то, что имелось. Я дам белые одежды. Я дам им то, что другие потеряли или могут потерять. Поэтому ты говорит, прочих, близких к смерти, ты их увещевай. Либо ты их приобретай. И поэтому сегодня вот этот голос, голос для того, чтобы Господь посмотрел и осмотрел всех нас. Чтобы мы сами себя в его присутствии осмотрели. И сказали, Господи, я не хочу оказаться в этой опасной зоне. Я хочу быть человеком, который ходит перед тобой в белых одеждах. Неоскверненных одеждах. Я не дам осквернить храм. Потому что разве вы не знаете, что вы храм, живущий у вас Святого Духа? А если так, то я себе не принадлежу. Я храм того Бога, который в меня вселился. Он говорит, храм не оскорняй, он мой. Он мой. А мы говорим, а как же этот храм кормить? Говорит, я позабочусь. А как же этот храм дальше лечить? Я позабочусь. Это мой храм. Господь говорит, я знаю, кто достоин ходить со мной в белых одеждах. И отдам вам. Я отдам эти одежды. Я сохраню вас от этого горя. И исповедовать даже буду ваше имя пред ангелами, пред отцом. Как исповедовать? Как моих победителей. Потому что побеждающему дам. Побеждающему. Имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит. Затворяет и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Кто-то говорит, а мне там тот или тот проход закроют. Никто не сможет затворить то, что Бог открыл. Я отворил перед тобой дверь, никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы. Сохранил слово мое. Видите, сохранил то, что я тебе сказал. Сохранил. И не отрекся имени моего. Вот я сделаю что из сатанинского сборища. Посмотрите, друзья, уже нам ничего не надо будет для этого делать. Когда Бог положит эту разницу, то из сатанинского сборища придут люди. Почему? Потому что они увидят разницу. Они увидят, что ты не со скверненным телом, не со скверненной одеждой. И что-то у тебя особенное. Как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое грядет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Посмотрите, когда мы выстаиваем вот в этой первой стадии, ну, может, она уже не первая, но мы сейчас о ней говорим как о первой, то тогда, говорит, година искушения придет, а я тебя избавлю. А сегодня люди, которые боятся годины искушения, чтобы там потом было за что покупать, продавать, а там он не обещает избавлять. А вот здесь обещает. Так как ты сохранил слово мое, слово моего терпения, ты дождался, а теперь я тебя избавлю от годины. Она придет, но я тебя избавлю. Напиши так, говорит, аминь. То есть конец, все закончено. Вот говорит вот этот, который взвешивает судьбы, который ставит свои печати, который в конце подводит итог. Говорит тебе, ладийская церковь, аминь. Тот, который ставит точку в человеческой истории. Свидетель верной и истины. Свидетель, это значит, он знает мотивацию. Он значит, все, что ты принимаешь к сведению, он это в курсе. Где ты проявляешь бодрствование, а где отказываешься бодрствовать, все это он знает как свидетель. Не как тот, кому кто-то что-то сказал. Он сам участник судьбы каждого человека и знает, что мы проходим, и он как свидетель выступает. Знаю твои дела, ты не холоден, не горячий, если бы ты был холоден или горячий. Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергнут тебя из уст моих. Итак, мы видим дальше. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенного, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду. Посмотрите, в Сардисе он дает одежду, а здесь надо купить. Почему? Потому что цена будет положена. Цена уже будет положена жизни человека из его каких-то, ну, что-то ему придется заплатить. Наверное, каждому свою часть, но здесь уже она не дается, а здесь ее надо купить. А там ее надо сохранить, и ты получаешь следом белую одежду. Видите разницу, друзья? Вот мы сейчас, можно сказать, бегом пробежали по этим трем ситуациям, а четвертый – это старт человечества. Ничего не изменилось, все осталось то же самое, не умрешь, только вот поверь моим словам. Не тому, что Бог говорит, а моим словам. Ты же живешь в это время, посмотри, как же будешь жить. И вот тогда, когда люди начинают склонять свои уши к тому, чтобы слышать врага, который сегодня обольщает всю землю, не отдельно взятых людей, всю землю, это его предмет сегодня и фокус. Всех как можно быстрее захватить в сети. А Господь говорит, а я тебе советую, во-первых, не оскверняй одежду. Даже если другие это делают, не оскверняй. Если осквернил, принеси покаяние. Я веду тебя в фелодельфийскую церковь, знаю, что у тебя мало силы, но я переведу тебя в этот сезон, и я открою перед тобой дверь и защищу от годины искушения. Но если и в этом тебе покажется, так скажем, мало, и ты захочешь оказаться в теплом состоянии, то есть ты забудешь мои благодеяния, ты перестанешь за них благодарить и славить меня, то следующее, тогда тебе придется покупать и золото, и мазь, и одежду. И вот тогда, когда ты будешь победителем в этом, я дам сесть на престоле. Но пока я стою у двери сердца, у двери церкви и стучу. И поэтому, друзья, то, что мы сегодня с вами затронули, на мой взгляд, это очень серьезные вещи. Очень серьезные. Я понимаю, что, может быть, не все даже готовы к тому, чтобы слышать то, что я сейчас говорю, но я не могу молчать, потому что там торопится, там торопится враг свои события как можно быстрее выбрасывать на человечество. И поэтому нам, как церкви, надо быть столпом и утверждением истины, с пониманием, где наши основания, с пониманием, что я и храм, и одежда одновременно, и что я защищаю от осквернения, потому что он хочет осквернить именно храм, и он туда сегодня рвется всеми путями. И поэтому страхом, паникой, давлением, какими-то нелегальными путями заставляет это делать. А Господь говорит, а я знаю, кто достоин. Тот-то доверяет мне и не осквернет одежды своей. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»